В эфире Первого Балтийского канала информационный блог «Доброе утро, Таллинн». В конце этой недели в столице пройдут традиционные дни мёда. О том, какие сорта мёда предпочитают жители столицы, расскажет природовед, писатель Герберт Цукер. Доброе утро! Доброе утро! И всем, кто любит мёд, тоже стоит послушать о том, что такое мёд. Мёд-то никто не знает, что это такое. И повторить настоящий мёд, который мы берём у пчелы, никто не может до сих пор. И, кстати говоря, сам-то мёд – это не самое главное. Кроме мёда, есть такое ещё, так сказать, выражение – попутный продукт пчеловодства. Вот и о нём-то мало очень кто знает. Например, что такое маточное молочко? Что такое перга? Это пчелиный хлебушек. Она питается вот этим самым хлебушком, который заготовлен из нектара и перги. То есть из цветочной пыльцы. Вот это смешивается всё. Закупоривается пломбой, которая называется забрус. Кто это знает? Что это за слово такое? Вот. А приходят за мёдом. Туда же тоже, вот на эти самые дни мёда. Я уж там какой год, наверное, бываю. И все приходят спрашивать. Слушайте, а что это такое? А как это такое? Пыльца, она что из себя представляет? И всё остальное перга, прополис, прополис, пчелиный клей, собранный с деревьев, когда ещё не распустились листья. Вот там есть липкость такая в листочке, зародыши этом. И они собирают из берёзы, из ольхи, из ивы всё это добро. И из него делают пробку, пломбу на каждый сот, сотовую ячею, ставят пломбу. Знак качества. И никто не доберётся до этого больше хлебушка. Вот как раз на этих традиционных днях мёда можно будет узнать много нового. Ну и, конечно же, приобрести самый вкусный мёд. Самый вкусный и самый чистый, поскольку пчеловоды там собираются необыкновенные. Это объединение эстонский мёд, так это называется, объединение этих самых пчеловодов. И они-то вот там и устраивают эти самые дни, и рассказывают, и знакомят всех, кто хочет попробовать этот мёд. И вместе с пергой смешивают свой мёд. И вместе с цветочной пыльцой, и вместе со всеми остальными ценностями, которых в пчелином ульи так много, что его можно было бы съесть целиком. Ну вот надо будет прийти и всё узнать самому. Куда приходить, когда приходить? Ну как, да, приходить. Это же осень 12-13 октября, суббота, воскресенье. Пожалуйста, приходите. Цветочный павильон у вас сколько? Да, цветочный павильон под пальмами, как говорится, под пальмами. И там все эти люди, они будут вас встречать, угощать, пожалуйста, кушать на здоровье. Да, пробуйте и берите. И берите вот эти самые продукты, которые, отдельности даже, перга и прополис, все эти попутные ценности, они в своей сумме дороже, чем сам мёд во много раз. Герберт, спасибо за информацию. До встречи. До встречи. Приходите, и я вас встречу, и я там буду со своими акварелями, со своими книгами о мире природы, той самой цветочной, которой пользуется пчела, а мы не знаем как. Информационный блок «Добрый утратальный» подошёл к самозавершению. Помимо, что на нас в гостях был природовед, писатель Герберт Цукер.